Добрый день! Территория культуры продолжает знакомить вас с национальной музыкальной культурой Карелии. Этот день мы проведем в этнолагере Торви Кэмп. Что такое Торви? Кого, чему и как учат в этнолагере? Узнаем! Торви Кэмп – третий по счету этнолагерь. Его проводит Центр народного творчества и культурных инициатив Карелии. Молодые музыканты осваивают игру на традиционных инструментах. На один обертон выше, и у нас с вами получится уже созвучие. Оно будет параллельно двигаться. И в итоге мы с вами создадим полифоний. У нас будет 4 пласта, может быть, даже 5. Сейчас посмотрим. Первый лагерь был посвящен Кантеле. Второй – его струнному собрату Йохико. А знаете ли вы, что такое Торви? Торви – это уникальный инструмент, который имеет отношение к карельской пастушьей традиции. Ну, собственно говоря, это вот такая вот труба. Они могут быть на самом деле разные и называются немножко по-разному. То есть может быть Торви, может быть Тюрю, может быть Сарви или Пуккин Сарви. Вообще многообразие духовых инструментов в Карелии очень велико. Что интересно, они очень разные по способу звукоизвлечения. То есть если ты умеешь играть на Сарви, это не значит, что ты умеешь играть на Пае и Пиле. Три, четыре. Ти-та-там, та-та-там, ти-та-там, ти-та-там. Отлично. Зачем понадобилось проводить Торви Кэмп? Насколько духовые инструменты популярны, например, как инструмент Кантели. Поэтому и возникла идея сделать, ну, этот проект, может быть, еще будет каким-то толчком являться, для того, чтобы данные инструменты как-то популяризировать, чтобы их больше стали использовать. Народные духовые инструменты чаще всего можно было увидеть в руках пастухов. Сами образы пастухов присутствуют в фольклоре многих народов. Возьмем, к примеру, карельского колерва или русского леля. Берестяную трубу Торви обычно использовали в магических обрядах. Наши предки верили, что ее звучание защищает коров-кормилец от диких зверей и всякого лиха. Рожок Сарви имел бытовое значение. Давал сигнал к сбору стада и сообщал о возвращении животных с пастбища в деревню. Различные дудочки и свирели – пилли, пайю пилли, рока пилли, сяка пилли – это уже для души, праздника и танцев. Раньше пастухов, говорят, и выбирали по наигрышу. Настолько важным в их работе было владение этими нехитрыми музыкальными инструментами. Со временем традиции пастушества ушли в прошлое, а вместе с ними и мастерство игры на аэрофонах. Приходится возрождать. Я уверен, что каждый участник, который приехал из другого региона, вернется к себе и не просто будет хранить эти воспоминания, а он найдет и в своей культуре эти элементы, потому что пастухи были везде. Каждый на чем-то играл, за каждым из них своя тайна, за каждым из них своя функция. Пилли очень похож на татарские кураи, то есть даже строение одинаковое, звучание. Этнические инструменты, они в принципе везде похожи, просто вопрос, из какого материала они изготовлены, в этом вся разница. Раздуваем, раздуваем, но не кексуем при этом. Да, хорошо. А теперь все очень-очень тихо играем. Ага, только слушаем, слушаем, слушаем друг друга. Да. Попробуем научиться азам игры на духовых. Это только на первый взгляд все просто. Нужно уметь самое главное дышать и правильно поставить свисток. Представить, что вы там положили себе воздушный шарик, и теперь, делая вдох носом, мы его надуваем. Ага, вот, вы надуваете грудную клетку, да, здесь, а вам надо надуть шарик в животе. После этого мы делаем вдох, немножко как будто на улыбке, чтобы у нас появилась одна тонкая струйка из губ. Специально для проекта «Торви Кэмп» карельские мастера изготовили целый ряд инструментов разного звучания. Достаточно для всех желающих овладеть исполнительским мастерством. Главное, чтобы было время и желание. Мастерство со временем придет. Откроем. Я не музыкант, я любитель музыки и участник ансамбля «Карелла». И я больше музицирую ногами, нежели музыкальными инструментами. А здесь возможность посмотреть на культуру карелии, с другой стороны, непривычной мне. Народная память сохранила ряд наиболее популярных мелодий и наигрышей. Обычно музыканты используют записи финского этнографа и фольклориста Вяйсенина, сделанные им на территории Карелии в начале 20 века. Это наша главная хрестоматия инструментальной музыки кареллов. Здесь собраны все возможные наигрыши, традиционные на кантеле и на ёлхика. Переложить музыку для аэрофонов современным профессионалам не составило труда. Прежде деревенские музыканты нотной грамоты не знали. Современным без этого, похоже, не обойтись. Конечно, нам помогает знание нотное, помогает в общении, поскольку язык музыкантов, он единый. Мы, конечно, говорим на языке нот. Молодцы, отлично! Вот слышали мелодию, которая сверху, или слышите только себя пока? Вот, вот то, что мы с вами сейчас делали, это такое вот сразу раскладывание на функции. У вас функция аккомпанирующая, у меня функция мелодическая. То есть это уже ансамблевое такое у нас занятие получается. Хотя проект посвятили аэрофонам, параллельно осваивали и другие традиционные инструменты Карелии – ёлхико и кантеле. Этнолагерь объединил 40 музыкантов. Среди участников есть достаточно опытные, несмотря на юный возраст. Я считаю, что нет предела совершенства, и даже когда ты хоть чем-то владеешь, все равно нужно это развивать. И вот здесь вот у меня есть прекрасная возможность поработать с профессионалами настоящими и свои навыки развивать. Большинство же только осваивает карельскую музыкальную традицию. Было интересно познакомиться с культурой Карелии, с национальными инструментами, или я решила попробовать свои силы. Вот я прошла отбор, и я здесь. Ёлхико мне понравилось, это был очень полезный лагерь, вдохновило меня, как сказать, заниматься инструментом ёлхико. Этномузыкальный лагерь дает возможность не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше, осваивать новое и совершенствовать то, что уже умеешь. Находиться в такой атмосфере творческой, конечно, это всегда приятно, но лично для меня это очень полезно еще, потому что я самоучка, я самоучка на тинвысле, это ирландский народный инструмент. Я сама училась, то есть мне никто не помогал. И вот спустя полтора года я поняла, что я играла неправильно. Валентина Семенова из Марии Элл была в этнолагере год назад, но не как музыкант, а как журналист. В этом году решила сама поучаствовать. Новая тематика оказалась ей близка. Папа Валентины – мастер духовых пастушьих музыкальных инструментов. У нас мама держит уток, и когда летом мы их проводим до речки, папа так, как собачку Павлова, приучил, что как он начинает играть на Марийском шиалтоше, уточки выходят из своего загона и направляются к реке, как некий нильс такой. После обучения в Торве Кэмп Валентина собирается сыграть с отцом дуэтом. Не только для уточек, но и для своих друзей. График занятий у участников Торве Кэмп очень плотный. На прогулке по городу времени совсем не остается. Зато оно нашлось для йоги, жонглирования и прочих вещей, которые со стороны могут показаться весьма странными. Что дает этот мячик? Ну, какую-то координацию с руками, что для музыканта полезно, потому что мы же руками играем. Специально для этнолагеря в одной из фитнес-студий Петрозаводска разработали особый комплекс упражнений. Для того, чтобы достигнуть такого хорошего уровня мастерства в этом деле, приходится очень много сидеть, да, либо стоять. Это все эстетичная нагрузка, которая, к сожалению, не приводит к хорошим последствиям для здоровья человека. И мы даем возможность музыкантам совмещать, соединять, разгружать себя прежде всего, чтобы их тело раскрывалось. За одну неделю участники проекта с головой погрузились в народную культуру Карелии. Посетили этновечеринку фольклорно-этнографического ансамбля Карелла, побывали на экскурсии в Национальном музее и в гостях у мастера Виталия Целобенка. Поймать, да, форма разная бывает, да, поймать, направить струю именно на... Не самый лучший вариант, но работает, да. Музыкант деревенского оркестра Гудери к изготовлению народных инструментов пришел, говорит, случайно. С подачи мастера Дмитрия Демина. Древний славянский трехструнный гудок стал первым инструментом, который он сделал своими руками. Позже появились кантели, гусли и йохико. В дело идет любой материал. От дерева до тростника и борщевика. Ну, хороший музыкант должен знать это, потому что иногда приходится обслуживать инструменты, иногда приходится где-то производить какой-то, ну, легкий ремонт, да, когда это происходит на гастролях, когда это происходит во время концерта бывает такое, да, если музыкант не знает конструкции, не знает какой-то специфики изготовления инструмента, конечно, это не очень хорошо. Пора и самим попробовать сделать свой первый рожок. У любого музыканта в руках разные предметы, они в том числе и звучат. Ну, я думаю, что я, например, как человек без музыкального образования, да, издаю один звук, а они смогут уже на этом и поимпровизировать в том числе. Пусть это еще не настоящий музыкальный инструмент, но не боги же горшки обжигали, вернее, рожки из бересты плели. Главное, чтобы звучал. Финал окнолагеря – съемка коллективного музыкального перфоманса. Участники и наставники собрались вместе на одной площадке, чтобы продемонстрировать результат своей работы. Но это еще не финал проекта. В течение года в рамках Торви Кэмп Центр народного творчества и культурных инициатив организуют в Петрозаводске для желающих бесплатное обучение игре на Торви. Музыкальные педагоги будут выезжать с мастер-классами в районы Карелии. Появятся методические пособия и открытый интернет-канал, посвященный аэрофонам. Глядишь, так дело дойдет и до создания Большого оркестра традиционных музыкальных инструментов Карелии. Мечты сбываются, если к ним стремиться. Интересно, чему будет посвящен следующий музыкальный этнолагерь. Почему-то нам пришла такая идея в голову, как, например, йоги-кэмп, чтобы окунуться в пласт именно очень интересной вокальной культуры Карелии. Вот этот стиль йоги, который на сегодняшний день тоже утрачен. Руны, рунопения, которые тоже на сегодняшний день не популярны. Почему бы в следующий раз не окунуться в мир этой культуры? Надеюсь, наши зрители теперь без труда отличат Кантели от Йохико, Торви от Сарви. А, возможно, в следующий раз сами примут участие в музыкальном этнолагере. Увидимся на территории культуры! КОНЕЦ